привет ребятушки привет привет у меня сегодня очень вкусный объект зеленый супчик со шпинатом с густым густым таким холодцовым бульоном но я его процедила несколько раз вот с мясом с говядиной с говядиной индейка вот капусточка по-гурийски карту без нее яйца яйца простые яйца перепелиные маленькие ой вкусно так со шпинатом тоже очень вкусно свежий шпинат у меня был я думаю можно и замороженный покупать для супа густой вкусный суп много мяса хороший бульон зажарочка с перчиком со всем остальным яйца никакой картошки что за фигня последнее время уже несколько человек написали мне о том почему я почему я о людях говорю что они не любят животных а сама их тоже не имею наверное не люблю я потом так подумала я поняла про каких людей говорят нам которые не любят животных которые шип вернее сильно любят животных а я их а оболгала так вот первое я не осуждаю людей которые не любят животных не осуждаю я я осуждаю тех людей которые издеваются над детьми чужими например но я не осуждаю людей которые не любят моих детей почему они должны любить моих детей я не осуждаю людей которые не любят животных я осуждаю тех которые над ними издеваются так точно так же как над детьми я могу че меня просто ложь убивает так скажем я вам честно скажу я например я никогда не поглажу вашу собаку или кошку не поглажу не поглажу дети чужие иногда прямо вот чужой ребенок как вот как будто ты его родил а некоторые ну не очень приятно причин на это даже нет ну это вот как то я не знаю откуда это берется хорошо это или плохо это так но я никогда бы не смогла оторвать этому ребенку руку или собаки хвост да у меня нет животных и когда дома у меня падает кусок еды на пол а ну при том при всем что я вылизываю свой дом от и до я счастлива что к этому куску никто не подбежит я счастлива что мне что я мне нет страха что у меня кто-то ходил по столу я не могу я обрезгливая я очень люблю например по-своему люблю кошек алиса я не стану их трогать руками я не осуждаю допустим тех людей которые любят животных на нот как там кто-то мама отличника макс крэйзи макс да он может что-то кушать и поделиться со своей собакой или с ложечки дать собаке что-то съесть и дальше продолжать кушать я так не смогу алиса моя не понимает почему она не может помыть тарелку собак собачью тарелочку в раковине в которой она моет посуду а я не могу я никогда не стану мыть кошачью миску даже если ну раковина пустая в раковине ну в раковине в которой я мою посуду я не против того чтобы каждый имеет право кого-то любить кого-то нет есть дети которые вот как мое с которым я с одной тарелки буду есть а есть дети которых я брезгую я даже объяснить это не могу почему хороший ребенок и чистенький и все я не знаю почему и каждый имеет на это право я лично это не осуждаю какого хрена это скрывать что за что за бред зачем это скрывать если мне вдруг попадется кошачий волос при тогда когда я принимаю пищу я просто сдохну вот что я хочу сказать я объясню почему у меня это когда-то в детстве я очень очень любила животных причем любила так больных кривых с подбитыми глазами каких-нибудь гниющих всех я несла домой у меня мама она зациклена на чистоте настолько что она никогда никого нам не разрешала оставить и в засосе этих животных целовала я их просто обожала маме всегда говорила мама ну почему ты такая жестокая ну разве можно быть такой жестокой у него же там глазик болит у него то есть мы подлечим у нас будет так замечательно жить и мама никогда не разрешала и однажды я вся пошла пятнами на теле появилось много пятен белых я сейчас понимаю то есть те кто живет на море возле водоемов знает что это иногда бывает то ли это перенасыщение витамина В витамина Д короче когда много-много купаешься на море бывает такое вот эти белые пятнышки они не шершавые ничего просто вот на коже такие вот как белые такие пятачки появляются они не чешутся ничего просто пятачки ты наушники мне куп не зря он мне наушники купил знаешь что-то запретное купил я вот прям чувствую а ну-ка показывай показывай что в мешке ну яйца это понятно так ага яйца 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 наушники наушники еще одни маме Вдруг они у тебя крякнут, надо будет менять. Говори, говори, что там, показывай. Сигареты, а еще? Ниже, ниже, ниже щупай. Что-то сильно вступил запретное, я чувствую. Вот, и у меня пошли вот эти вот пятна по телу. И мама, возьми да и скажи, да это у тебя лишаи от твоих кошек и собак, но это были не лишаи, я не кто-то лишаи, мы пошли к врачу, нам сказали, что это регулярно, и действительно, это временами выскакивает у детей, живущих на море. Блин, не знаю как. Но с тех пор, а и она мне сказала, что лишаи, это у тебя и волосы могут выпасть. Нет, не выпасть их, стрягу. Там стрягучий лишай называется, выпадают волосы все дела. Быстро поняли, что это не то, но это так на меня повлияло, что я перестала еще в детстве руками трогать животных. Вы поймите, это разные вещи. Жестокость и не та любовь вот этого в засос, понимаете? Это разные вещи. Да, я не трогаю животных руками. Я не хочу, я брезгую их. Я каждый раз боюсь, что я что-то могу поцепить. Я вижу, что, ну вот, насколько, когда у тебя животные в доме, это надо быть, это настолько чистоплодным надо быть, как мама отличненько чуть ли не пылесос теперь для постели купила, чтобы у нее нигде не было волос. Плюс пылесосы, гуляющие по полу, еще что-то. Но это же не все так делают. Поэтому больше Алиса моя так же. Я же вижу, она одевается, у нее на одежде волосы. И этого не избежать. Они все равно будут при наличии животных. Поэтому я не собираюсь вам врать и рассказывать, как я люблю животных, как я люблю чужих детей. Я могу желать помочь этим детям. Я высылаю деньги в фонд Хабенского, да, там какие-то копейки, но я высылаю, да, и мне очень хочется хоть немного, но им помогать. Но это не значит, что я этих детей смогла бы расцеловывать. Это вообще не значит. Поэтому вы мне тут хер с хреном не мешайте, ладно? Не путайте. Если ты не любишь чужих животных, не любишь до них дотрагить, так и скажи. А что в этом предосудительного? Я не люблю чужих животных. Я никогда не стану лечить животных. Я никогда, как моя знакомая, которая нашла собаку, что-то там по-женски чао-чао лечила, закладывала таблетки куда-то там в писью. Я не буду этого делать. Я не смогу этого делать. И это не значит, что при том, что мне нравится, я хорошо отношусь к детям, что если чужой ребенок при мне покакает или еще что-то, что мне это не будет неприятно. Будет. Но это не значит, что я садистка. Это не значит, что я готова этим детям оторвать ногу или руку. Я люблю детей. Я люблю животных. Но по-своему на расстоянии. Потому что все эти животные ты смотришь на них, да? На животных у других хозяев. Какая-то, блин, такой милый. Такой клевый. Вот Маша у нас была на Новый год, да? Со своей собачкой. Боже, какая вы... Новый год кто смотрел у меня видео? Какая она клевая. Какая она воспитанная. Она нигде не нагадила. Она никуда не лезла. Она не попрошайничала еду. Она прям как будто не настоящая. Как будто кукла. Настолько идеальная. Но я же взрослый человек. Я же понимаю, что эту собаку надо было воспитать так. Что эта собака, наверное, когда-то болела. Что из-за этой собаки, возможно, кто-то куда-то не поехал отдыхать. Потому что у них собака, да? Ну, то есть, это как ребенок, блин, маленький. Я не хочу. Я никогда не возьму даже такую милую собаку и не расцелую десну. Не смогу. Поэтому, если у кого-то есть брезгливость к животным, я не думаю, что это надо скрывать и рассказывать. Это не так. Я так их люблю. Это ведь не так совсем. Да. Ты любишь. На расстоянии. Красивых, особенно, животных, когда вижу. Боже, ты, кажется, такое милое существо. Но домой это милое существо я не возьму. Или так, скажем, возьму, но не всякое, да? Так же и с детьми. Поэтому не надо сочинять. Если вот есть, допустим, у Тони с Сашей подружка Сонора, да? Я смотрю на эту девочку. И мне хочется ее взять в охапку и задушить так же, как Сашу с Тони. От переизбытка чувств. Я за ней могу доесть из тарелочки, да? Это как мое дитё. Она, вот я не знаю, почему. Она не хуже, не лучше. Она обычный ребенок. А есть дети, за которыми я этого делать не буду и таких чувств не испытываю. И почему это происходит, я не знаю. Вот это я понимаю, суп. Ну так вот, ребятушки. Люди, они такие, люди, они разные. Поэтому, ну, к какому выводу мы приходим? Все-таки, люблю я животных или детей, или нет? Да, люблю. Потому что я никогда никогда не принесу им боль. Никогда. Никогда не дам умереть. Если нужно, вызову скорую. Или подниму и отнесу ветеринарку, да? Ну, это не значит, что я потом не побегу мыть руки. Это не значит, что я возьму его к себе домой и буду какой-нибудь гной лечить. Это совсем это не значит. Ну, вот такая у меня любовь. Я считаю, бояться надо садистов, которые бьют, насилуют, продают там, я не знаю, отрывают руки, ноги, животным, детям. А не тех, кто просто не хочет дотрагиваться до чужого живого существа. Я не до всех взрослых людей могу дотрагиваться. Кто меня знает, прекрасно знает, что я не, может быть, даже не анализировали, но кто слышит меня, пускай проанализирует. Вы когда-нибудь видели, чтобы я кого-то облобызала? Чтобы меня, чтобы я всех обнимала сильно-сильно, часто-часто. Я это делаю при встрече очень корректно. Потому что для меня вот мое личное пространство очень важно. И также взрослые люди. Я очень хорошо отношусь к взрослым людям, но всегда боюсь, что от кого-нибудь, например, может плохо пахнуть. Поэтому я боюсь, допустим, ну, я не знаю, откуда, может, когда-то кто-то на меня отдыхнул, я не знаю. Но я в любом случае стараюсь быть на расстоянии. Вот такой я странный человек. Что же, можно сказать, что я не люблю людей, детей и животных? Нет. Я даже не вижу здесь чего стесняться. Я готова перечислять какие-то деньги. Я готова. У меня болит сердце, когда я вижу этих больных людей, детей, людей. Но встретив этих детей, вот которые у меня деньги отправляют, это не значит, что я их буду обцеловывать. Ну, не буду. Блин, не буду. Так же и животных. Вот с тех пор, как мне мама это сказала, верите, я всю жизнь боялась до них дотрагиваться. Я потом анализировала, откуда. Мне кажется, это мне так кажется, что это вот после этой истории. Потому что поначалу в детстве я таскала, я же всех их в руки брала. Подбитые, неподбитые, голуби, коты, мыши. Я всех таскала домой. А потом как отрезала. Но при этом своим детям у Алисы были... Кого только у Алисы? У Алисы были все. У Алисы мыши рожали в комнате. У Алисы кошки всегда были. Собаки были. Птицы, попугаи, попугаи. Не помню, у кого были. У Валечки или у Алисы. То есть я никогда не запрещала. Никогда. Ну, тем более в частном доме это как-то попроще, чем в квартире. Вот. Ну вот Алиса, она готова... Алиса не побрезгует. Даже за чужой собакой вынести, допустим, какашки. Она не считает, что вообще этого можно брезговать. Вот настолько она обожает их. Это не про меня. Я даже какой-то у меня страх перед чужими животными. Маленькими или большими. Большими. Или не очень маленькими. Ну, так. Абсолютно там животные не кончаются. Ни чужие, ни свои. Ну, вот так, дорогие мои. Так что... Привет от садистов Крыма! Все. Ладненько. Пока-пока. Сейчас папу покормлю. Лягу спать. Я как будто перемерз. Ой, извиняюсь. На этой улице. Надо валить из Чикаго. Вышли у тебя обратно в Сайберию. Что там делать больше? В Сайберию? Ну. Я не хочу обратно в Сайберию. Всего-то 15 градусов сегодня было. Где? В Сайберии? Нет. Здесь. 15 градусов. Ну, я ехала, когда минус 12 было. Когда я за рулем была. Не 15, а минус 15, наверное. Ну, я понимаю. У меня братец сказал. Всего лишь. Иди ты. Чуть-чуть. Все, девочки, мальчики. Я надеюсь, ответила на ваши вопросы. Мне больше не надо будет вас выкидывать или блокировать. Насколько я понимаю, вам все понятно про мою любовь или нелюбовь к детям и к животным. А есть люди, по которых я чувствую, что они такие же. Есть люди, где я вижу, что вот она вроде бы смотрит на этого ребенка, рада ему. А стоит этому ребенку бежать к ней с грязными руками, например, и она даже скрыть этого не может. Ну, насчет там грязных рук детей у меня такого нет. Но к животным, например, у меня такое же. Я не беру животных в руки. Я не глажу животных. И не считаю, что это стоит стесняться. Поэтому, когда люди такие же, я обижу это. Я сразу это вижу. И что понтоваться? Что рассказывать про свою дикую любовь? Какая дикая любовь? Я верю в то, что у этих людей заводятся свои животные, и они их любят. Наверное. Но если ты брезгуешь чужих животных, чужих детей, блин. Ну, это же видно. Это все равно видно. Это очень сложно скрыть даже. Я не считаю, что... А что тут скрывать? Что постыдного я вам рассказала? Ничего. Абсолютно нормальный человек. Я же не маньяк, из-за которого вам стоит бояться за жизнь своих животных или детей. Что это такое? Охо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо! Собака, что ли? Ага! А вам видно, нет? Хозяйка ушла. Мы думаем, кто сигналит? А там вон собака на руль села И сигналит хозяйке Ты моя Ты моя девочка Ну все, все, все Кукла, смотрите какая О, молодец Но я потом как подумаю о том Сколько от нее волос в кабине Как она летает, когда ее хозяйка Тормозит машину Где она какает, если вдруг резко Захотелось И все остальное Не, 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 не Привет животным, мы вас любим, но на расстоянии Привет, привет, привет